Одна из причин, по которым мне никогда не доведется взять интервью у министра энергетики России, то что очень уж хочется спросить обо всем и сразу, не говоря уже о том, что часть вопросов могла бы оказаться слишком колючими. Но мечтать ведь не вредно, вредно не мечтать. Предыдущая часть несостоявшегося интервью завершилась на теме наращивания объемов производства в России СПГ. Об этом очень любят говорить многие наши чиновники, называя порой едва ли не астрономические числа, да еще изрядно в них путаясь. Самый яркий пример как-то раз внезапно выдал на Горовец пример, отвечающий за топливный энергетический комплекс. К 2030 году Россия выйдет на объем производства в 100 миллионов тонн СПГ в год и займет 20 процентов мирового рынка. Красиво, правда? Но если 100 миллионов это 20 процентов, то 100 процентов, как учит нас наука арифметика, оперирующая с пропорциями, это 500 миллионов тонн. То есть на всех прочих производителей на планете будет приходиться 400 миллионов тонн СПГ в год. Реально? Только Катар и американские бизнесмены к этому времени, если реализуют все задуманное, будут производить 280 миллионов тонн. А планы по наращиванию производства имеются у Австралии, у целого ряда африканских государств, Тринидада и Табага и далее по списку. По оценкам экспертов отрасли, мировой объем производства СПГ к тому самому 2030 году составит не менее 700 миллионов тонн в год, 20 процентов из которых не 100, а 140 миллионов тонн. Другими словами, на горизонте в среднесрочной перспективе маячит кризис перепроизводства в мире. Большим дядям придется с ценами мериться. Нам точно стратегически необходимо идти в этот бой с открытым забралом, особенно с учетом того, что кроме забрала у нас особо пока ничего не просматривается. Патенты на крупнотоннажное сжижение на руках у Газпрома и Новотека. Количество реализованных проектов на этих технологиях у Сочи равно нулю. Вот потому мне чертовски хотелось бы задать Сергею Цивилеву еще один вопрос. Сергей Евгеньевич, 13 сентября 2023 года Роспатент зарегистрировал на компании «Роснефть» патент РУ-2803441С1 на технологию среднетоннажного сжижения природного газа «Энергия восхода». Среднетоннажное сжижение – это одна технологическая линия мощностью до 1 миллиона тонн в год. А присутствие в названии слова «восход» явно намек на слово «синоним» – «Восток», то есть на проект «Восток Уилл». Геологоразведка на лицензионных участках этого проекта скрыла чисто газовое месторождение с совокупным объемом уже более триллиона кубометров. Гигантских среди них не наблюдается. Монетизация этих запасов за счет строительства магистрального газопровода с учетом таймырских условий экономически нецелесообразна, как и внутрепромысловые трубопроводы для обеспечения крупнотоннажного завода. Сергей Евгеньевич, как Вы считаете, не могут ли газовые месторождения «Восток Уилла» и технологии «Энергия Восхода» стать основой для реализации первого в истории России комплексного СПГ-проекта. Комплексного, поскольку его конечной целью станет не экспорт миллионов тонн СПГ по мировым ценам на общих основаниях, а продажа киловатт-часов энергии с плавучих газовых электростанций конечным пользователем на основании долгосрочных контрактов. Общая мощность флота плавучих газовых электростанций турецкой компании «Кар Пауэршип» в январе этого года превысила 6 гигаватт, хотя 36 электростанций получают СПГ за счет его приобретения на мировом рынке, поскольку собственного производства СПГ у турецких компаний нет. УДК, объединенная двигостроительная компания в составе «Ростеха», уже сейчас выпускает 25-мегаваттные турбины, способные работать на метании на попутном нефтяном газе. Этого вполне достаточно, чтобы уже сейчас комплектовать на баржах электростанции мощностью до 150 мегаватт. Во всяком случае, такие варианты «Кар Пауэршип» используют, причем вполне успешно. Да, в отличие от плавучих атомных электростанций, газовые будут требовать топлива, но этот минус кратно перевешивает целый ряд плюсов. Стоимость, скорость производства таких блоков, возможность комплектования станции мощностью подконечного потребителя. «Росатом» на сегодня предлагает только один реактор для его плавучих энергоблоков. «Ритм-200» электрической мощностью 55 мегаватт. То есть потребитель, которому на конкретном острове или удаленном добычном проекте требуется 75 мегаватт или, скажем, 180 мегаватт, клиентам нашей атомной корпорации не станет по определению. Линейка газовых турбин от ОДК начинается с 6 мегаватт и идет вверх с шагом в 2 мегаватта, вплоть до максимальных на сегодня 32 мегаватт, что дает гибкость, которая атомщикам недоступна. Строительство «Барш» корабелами России освоено прочно. Строительство СПГ-танкеров-заправщиков, если не гнаться за объемом емкости в 100 тысяч кубометров, освоить проще, чем танкеры для торговли сотнями тысяч тонн СПГ. Да, такой проект не даст большой доли в мировом торговле СПГ. Зато в случае долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии обеспечит стабильность заказов среднетоннажным заводам и гарантирует монетизацию газовых ресурсов Востоков. Да, конечно, регламент работы Минэнерго напрямую запрещает непосредственную экономическую деятельность. Но в данном случае она и не требуется. ОДК, государственная компания, Роснефть, компания с государственным участием, Объединенная судостроительная компания, ОСК, хоть и находится под доверительным управлением Банка ВТБ, государственная тоже быть не перестала. Следовательно, от Минэнерго требуется только координационная межведомственная работа, что позволено такой чудесной организации при министерстве, как РЭА, Российское Энергетическое Агентство. С учетом расширяющихся связей России в таких объединениях, как ШОС и БРИКС, вот такой экспорт электроэнергии может быть полезен в нашей стране или нет? Как вы считаете, Сергей Евгеньевич? Вопрос, конечно, получился продолговатым. Но что поделать? Я почему-то уверен, что новый министр об этом проекте знает ровно столько же, сколько и его предшественник. Хотя многоуважаемым сотрудникам Российского Энергетического Агентства он был предложен теперь уже далекой осенью 2022 года. Реакция от чудесного РЭА – ноль. Поэтому мне и хочется хотя бы вот таким способом донести информацию, которая мне действительно кажется полезной, до главы ведомства. Вдруг? Впрочем, вернемся к интервью Сергея Савилева, корреспонденту ТАСС. Цитирую. Недавно Россия, в том числе и Дальний Восток, пережили рост цен на бензин на бирже. Считаете ли вы возможным законодательное закрепление запрета экспорта бензина или других мер, например, почты? И ответ министра. Практика показала, что точное использование запретов экспорта позволяет при необходимости найти нужный баланс между насыщением внутреннего рынка и загрузкой НПЗ. При этом наряду с этим ручным инструментом в арсенале правительства остаются и рыночные, такие как демпфер, налоговый маневр, обратный акцесс на сырье и другие. В совокупности использование этих инструментов и позволяет сбалансировать рынок не только преодолеть текущие вызовы, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе. Мой несостоявшийся вопрос. Сергей Евгеньевич, а можно чуть подробнее о механизмах, которые вы назвали рыночными? Мне не очень понятно, какое отношение к рынку имеет полное обнуление вывозных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, которому Министерство финансов привело нефтяной отрасль к 1 января текущего года. Последние пару тысяч лет любое государство сохраняло для себя возможность менять размер экспортных пошлин на любой товар, в зависимости от ситуации на своем внутреннем рынке. Вывозили торговцы слишком много пшеницы, и египетский фараон увеличивал вывозную пошлин на нее в сто раз, до той поры, пока амбары по швамне начинали трещать. Наш мудрейший из мудрых министр финансов с согласия и одобрения не менее мудрых депутатов Государственной Думы от этого механизма отказался. И это точно именно рыночный механизм, полезный для России в сложившейся ситуации. Демпфер. Это возврат в части налогов наших нефтепереработчиков, если стоимость реализации нефтепродуктов на внешнем рынке дает прибыль большую, чем реализация нефтепродуктов на нашем внутреннем рынке. Безусловно, это стимулирует руководителей вертикально интегрированных нефтяных компаний соглашаться с требованиями вашего министерства по минимальному объему нефтепродуктов, которые необходимо выставлять на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-селевой бирже. Прибыли они при этом не теряют, потому и готовы думать о потребностях на внутреннем рынке. Тут все в порядке. Но стимулирует ли механизм демпфера создание в России нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных только на наш внутренний рынок, Сергей Евгеньевич? Количество новых, небольших, сугубо российских по рынку сбыта НПЗ с момента начала большого налогового маневра, то есть с 2015 года, равно нулю. Это ведь и есть ответ на мой вопрос. Действующий, как вы сказали, рыночный механизм не стимулирует увеличение объемов переработки нефти в России за счет появления новых игроков. Разве это и есть тот рынок, который усилиями Минфина действительно заслуживает наша страна? Если условия не изменятся, то каким будет развитие отрасли в долгосрочной перспективе, гадать не требуется. Расти будет только экспорт нефтесырца, не более того. На сегодняшний день основа для ценообразования на рынке нефтепродуктов – биржевые торги. Их результаты экстраполируются и на всю вне биржевую торговлю. Но не самый сложный анализ показывает, что более 80% поставок нефтепродуктов на внутренний рынок России обеспечивают всего 6 компаний. А такую ситуацию в экономике совершенно справедливо считают олигополии. Олигополия и биржевое ценообразование дают гарантированный рост стоимости. Противоположных результатов не было нигде и никогда. Цены бензинов на Санкт-Петербургской бирже в настоящее время достигли уровня прошлогоднего сентября. Хотя сейчас запрет на экспорт бензина действует, а год тому назад его не было. И это более чем наглядная доказательство того, что этот постулат действует и в России. Благодаря чему мы уверенно теряем наше естественное преимущество – возможность сдерживать цены нефтепродуктов на внутреннем рынке за счет наличия сырьевых ресурсов и роста объемов нефтепереработки. Самое занимательное то, что в сложившейся ситуации вины Министерства энергетики нет, поскольку управление отрасли уже много лет находится в руках Министерства финансов. А Министерство энергетики – всего лишь пожарная команда, которой доступ к объекту дают только в случае пожаров. К сожалению, далеко не все в России это понимают. Зачастую именно ваше, Сергей Евгеньевич, ведомства пытаются обвинять во всех проблемах, как только таковые случаются. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Не настала ли пора ясно и четко разъяснить реальную ситуацию в нефтяном секторе, чтобы было прозрачно и ясно, кто проблемы создает, а кто их решает в меру силы, имеющихся полномочий? И второй вопрос. Можем ли мы рассчитывать или хотя бы надеяться на то, что вы предложите реальный алгоритм выхода из сложившегося тупика на уровне законодательных инициатив от Министерства энергетики? Или все останется так, как есть, поскольку попытки оспаривать линию, проводимую финансово-экономическим блоком правительства, заранее обречены на неуспех? И снова цитата вопроса и ответа. Журналист. В текущих условиях есть ли смысл строить новое НПЗ? Например, такую возможность активно обсуждали на Сахарине. Ответ. В современных условиях только НПЗ с высокой долей выпуска светлых ничьих продуктов может быть экономически эффективным, а это требует строительства не только первичных, но и вторичных установок переработки. Что касается Дальневосточного федерального округа, то он обеспечивается необходимым объемом топлива из других регионов, поэтому в среднесрочной перспективе существенную роль здесь будет играть эффективность железнодорожной логистики. Если же отраслевые компании примут инвестиционные решения по развитию нефтепереработки в ДФО, Бинэнерго будет искать необходимые инструменты их поддержки. И мой непрозвучавший вопрос. Сергей Евгеньевич, в состав ДФО входят 11 субъектов федерации. Давайте просто припомним их, двигаясь с запада на восток. Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровские и Приморские края, Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край и Чукотская автономная область. Скажите, каким именно образом эффективность железнодорожной логистики помогает обеспечению нефтепродуктами потребителей Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Якутии? Сколько именно железнодорожных составов в год поставляют нефтепродукты на Сахалин? Я понимаю, что ваш шуточный ответ вполне удовлетворил журналиста ТАСС, но вы ведь серьезный человек, а вопрос действительно важен. Развитие Якутии, Чукотки, Камчатки и Магаданской области в ближайшие годы представить без крупных добычных проектов, без строительства перерабатывающих заводов и фабрик невозможно. А добыча и строительство, в свою очередь, без нефтепродуктов невозможно тем более. Все эти четыре субъекта федерации, площадь которых составляет едва ли не половину площади России, за исключением Юга Якутии, нефтепродуктами обеспечиваются только за счет северного завоза, который ежегодно субсидируется из государственного бюджета на миллиарды рублей. Светлые нефтепродукты – это действительно именно то, что больше всего необходимо карьерной технике на Баемском Гоке, на Чукотке, на рудниках Устьянского района Якутии, на золотых приисках Магадана, на бензине или работают рыбопромысловые суда Камчатки. Мне вот всегда казалось, что дизельные электростанции, обеспечивающие тепловой и электрической энергией удаленные поселки и месторождения этих регионов, называются дизельными, потому что работают на солярке. Вы вот пошутили, а вопрос, который так неудачно попытался поднять господин журналист, более чем серьезный. Мы ведь помним и о проекте «Восток Уилл», и о приостановленном угольном проекте «Средосай» на том же Таймыре, о проекте разработки угольных пластов лимберовских площадей рядом с Диксоном. Там ведь тоже, если светлые нефтепродукты и потребуются, то точно не в ближайшую десятилетку. Эксперты отрасли считают, что при действующем в России налоговом законодательстве в нефтяном секторе рентабельным НПЗ становится не за соотношение выпуска светлых и темных нефтепродуктов, а при объеме переработки не менее 3 млн тонн в год по сырью. Ну а простите, вот куда 3 млн тонн переработки нефти в год на Якутию или Чукотку? Вкладываться в строительство НПЗ, нацеленных на экспорт для этих четырех регионов, просто антинаучная фантастика. О таком даже в шутку говорить неловко. Впрочем, ровно то же относится и к строительству железных дорог во всех этих регионах, разве что руководство Якутии умудрится договориться на приемлемых условиях с китайскими инвесторами о строительстве трассы до Магадана. Давайте вместе оценим сложившуюся обстановку. Если мы говорим о необходимости развития Чукотки, Магадана, Камчатки и северных регионов Якутии, то необходимо думать и о наращивании объемов поставок, прежде всего дизельного топлива во все эти регионы. Продолжать эти поставки в режиме северного завоза, с его порой двухгодичным циклом, можно только за счет наращивания объемов субсидий из государственного бюджета. Надеяться на то, что кто-нибудь, жители Якутии и внезапно прикнувшие к ним марсиане, возьмутся за строительство в Арктике крупных НПЗ с высокой долей светлых нефтепродуктов, тоже чересчур наимен. Строить железные дороги вот прямо сейчас без проработанной грузовой базы – опять не вариант. Что тогда? Вообще ни о чем не думать. Жила Камчатка тысячу лет без человека, пусть и дальше живет. Экономически оправданного пути развития четырех огромных регионов в России в том, что касается оптимального обеспечения их необходимыми нефтепродуктами, в рамках действующего законодательства просто нет. Неизбежно растут либо расходы государственного и регионального бюджетов, либо себестоимость продукции, разрабатываемых в месторождении, и всего, что связано с организацией их переработки, вырастает настолько, что становится неконкурентоспособным. Либо государства и регионы будут тратить все больше усилий для масштабирования северного завоза, либо все проблемы лягут на частых инвесторов, что просто гарантирует их отсутствие этих инвесторов. Такая вот тупиковая парадигма. Но на территории всех четырех регионов – Якутия, Магадана, Чукотки и Камчатки – имеются малые, средние, крупные и даже гигантские месторождения угля, часть которых просто не разрабатывается в силу нерешенных проблем с логистикой и минимального местного спроса. Сергей Евгеньевич, еще во время вашей работы губернатором Кузбасса вы неоднократно поднимали тему необходимости развития глубокой переработки угля, но поддержки на федеральном уровне так и не получили. Как вы считаете, не настал ли момент, когда для решения обсуждаемой проблемы стоит вспомнить, что такое процесс Фишера-Тропша, тем более, что во входящей в состав БРИКС Южноафриканской республики развитие этой технологии и применение ее никогда не останавливалось, что дает возможность на тех или иных условиях получить в наше распоряжение последние наработки. На выходе технологических линий с использованием процесса Фишера-Тропша малосернистое дизельное топливо. И разве разработка технико-экономического обоснования вот такого предприятия не отвечает нашим государственным интересам? Ну, а дальше журналист Алексей Большов перешел к еще более острым темам. Дальний Восток традиционно является сложным регионом для прохождения осенне-зимнего периода. Принимаются ли дополнительные меры для обеспечения надежного энергоснабжения предстоящей зимой? Ответ министра был максимально объективным, что, на мой взгляд, в наше время дорогого стоит. Энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, так как пришлось отменить и перенести ряд капитальных ремонтов и проектов модернизации тепловых электростанций. Такое решение приняли, чтобы оставить максимальный объем оборудования во время периода высоких нагрузок. Но это может сказаться на росте аварийности в будущем. Чтобы снизить риски, мы уже отнесли субъекты ДФО к регионам с высокими рисками в электроэнергетике и реализуем меры по снижению аварийности и повышению надежности тепловой генерации. Только Росгидро планирует до 2029 года провести более полутора тысяч мероприятий на 11 энергообъектах. А дальше прозвучали слова, в которых слышится отдаленный набат по реформам РАО ЕС России, проведенных в нулевые годы под руководством лучшего энергетика всех временных народов Анатолия Щубайцева. Пример Объединенной энергосистемы Востока в очередной раз показывает, что резервы, созданные в СССР энергетики, исчерпаны. Основная причина – недофинансирование модернизации оборудования и поддержание его в нормативном состоянии. Эксперты отрасли и ваш покорный слуга в том числе за минувшее с 2008 года время говорили о том же приблизительно 100 500 раз. А вот от чиновника федерального уровня мы это услышали впервые. Вопрос с моей стороны, как бы он был позволительным, был бы вот таким. Сергей Евгеньевич, по данным Министерства энергетики на 2023 год рейтинг генерирующих компаний России по установленной мощности выглядел следующим образом. На конец 2023 года, по данным системного оператора, общая установленная мощность Единой энергосистемы России и Объединенной энергосистемы Востока составила около 250 гигаватт плюс-минус. Сейчас особой точности не требуется. На начало 2021 года государственные компании и компании с государственным участием с учетом выкупа Росатомом 100% акций квадро, это ровно 144 гигаватта или 57,6 от общей установленной мощности. Изменения последних двух лет хорошо известны. Государство установило контроль над акционерным капиталом Юнипро, НЛ Россия и Фортума. И теперь в собственности государственных компаний объекты генерации общей мощностью 169,5 гигаватт или 67,8% контрольный пакет. Ничего личного, только арифметика. Заявленная Чубайсом цель реформ, приватизация объектов генерации ради прихода в электроэнергетику частных инвесторов провалилась с треском. Один из побочных эффектов вы только что диагностировали с хирургической точностью, недофинансирование модернизации оборудования и поддержание его в нормативном состоянии. Но это ведь только для Дальнего Востока. Для остальной территории России есть еще один отрицательный эффект. В ходе модернизации на наших электростанциях появилось иностранное оборудование общей мощностью около 8 гигаватт, поддерживать которое в нормативном состоянии, в сложившихся условиях, крайне затруднительно. Нет у нас возможности рассчитывать на поставку запчастей от Сименсос, General Electric и прочих. Сколько времени займет и насколько удачным окажется обратный реинжиниринг, который приходится осваивать под неумолкающие крики и необходимости соблюдать авторские права компании в одностороннем порядке, прервавших контрактные обязательства, никто сейчас сказать не может. С учетом планов, упомянутой вами государственной компанией «Росгидро» по модернизации действующих электростанций на Дальнем Востоке и уже реализуемых этой же компанией планов по строительству новых, с учетом строящейся государственной компании «Интеррау» на Валенской ТЭЦ и готовой к строительству «Газпром-энергохолдингом» в Южно-Якурской ТЭЦ, разрабатываем тем же «Газпром-энергохолдингом» расширение ТЭЦ в Свободном Амурской области, новых планов «Росатома», проектов «Ростеха» на юге, государственная доля в электроэнергетике будет только увеличиваться. Извините, но есть ли хоть одна объективная причина, кроме мантр либеральных экономистов, для того, чтобы действующее законодательство в электроэнергетической отрасли России сохранялось в его нынешнем виде? Во время Восточноэкономического форума прошлого года президент России заявил, что энергетика Дальнего Востока должна развиваться опережающими темпами. На мой взгляд, это означает необходимость вернуться к принципам развития электроэнергетики, на основании которых был реализован план ГРО и была создана сначала единая энергетическая система Советского Союза, а затем энергетическая система МИР, Я позволю себе напомнить, что создание единой энергосистемы Советского Союза позволило только в границах РСФСР не строить электростанцию общей мощностью 18 гигаватт, что позволило экономить не только на капитальных вложениях, но и на ежегодных расходах на добычу первичных энергоресурсов, их логистики и хранение. В результате использования схемы Чубайса правительство России вынуждено каждые два года индексировать тарифы в электроэнергетике, а каждый такой шаг – это уничтожение того преимущества, которое было получено в результате создания единой энергосистемы СССР. Один из базовых принципов опережающего развитие энергетики – одновременно планирование строительства не только новых генерирующих объектов, но и ввода в строй якорных промышленных потребителей, и строительство жилого фонда, что в свою очередь давало базу для расчетов развития электросетевого хозяйства. В настоящее время мы отказались от такого комплексного подхода. К примеру, потенциальные инвесторы, под запрос которых ведется строительство генераторов и сетей, не несет никакой ответственности в случае его отказа от заявленных им инвестиционных планов. В результате все расходы на такое вот несостоявшее строительство новых промышленных объектов переносятся и энергетическими компаниями, и Россетями на плечи, а точнее на кошельки всех потребителей в регионе. Растут тарифы как на генерацию, так и на передачу электроэнергии. Ежегодная корректировка схем и программ развития, разрабатываемых системным оператором и утверждаемых Министерством энергетики, это ведь вынужденная мера, приводящая не к четко планируемому, а к какому-то вероятностному характеру развития электроэнергетики, и, следовательно, всей экономики, как регионов, так и страны в целом. Следующая неизбежная проблема, которую ведет вот эта рыночная стихия, под которую заточен весь пакет энергетического законодательства, нерешаемая проблема развития электросетевого хозяйства. По регламенту, на основании которого действует системный оператор, он отвечает только за работу с сетями электропередач класса 110 кВт и выше. Развитие только таких сетей и предусматривают схемы и программы развития. Но число потребителей, которых устраивает вот такое напряжение, минимально. В 90 случаях из стана объекта заходит электроэнергия с напряжением куда как более низкого значения. Но линии электропередачи подстанции класса 110, 30, 10, 6, 4 кВт в Сипрах просто нет. Его не учитывают. Это зона ответственности территориальных сетевых организаций. Частных организаций, которые то ли смогут, то ли не смогут решить проблемы необходимого расширения сетей, находящихся в их видении. Примеров того, что все эти вопросы приходится брать на себя государственным рост сетям, полным-полно. Потребители не получают качественное электрообеспечение. Получают, но позже, чем им необходимо. Переплачивают за оказываемые услуги. Или все наоборот. Территориальные сетевые организации сети расширяют, но потребителям не появляются из-за изменившихся планов. И за это баловство расплачиваются все остальные вполне дисциплинированные и вменяемые потребители. Результат не развития, а борьба за него. Причем борьба с переменным успехом. Но и это еще не все. Действующее законодательство не предусматривает ответственности генерирующих сетевых организаций за неоказание услуг или за оказание услуг с ненадлежащим качеством. Шесть часов при плюс сорока на улице не было электроэнергии. В холодильниках граждан испорченных продуктов питания на сотни миллионов рублей. Состоялся скачок напряжения или частоты. Десятки серверов вышли из строя. Произошли сбои на конвейерном производстве. Исчезло ночью уличное освещение. Пешеход ногу сломал. Иск подать не получится. Страховок на такие вот происшествия не предусмотрено. Сергей Евгеньевич, станет ли министерство тем ведомством, которое инициирует острую необходимость возвращения ситуации, сложившейся в электроэнергетике, в соответствии со здравым смыслом? Первый шаг уже сделан. После провала конкурсного отбора мощности нового генерирующих объектов для объединенной энергосистемы Юга, Минэнерго уже предложила правительству рассмотреть возможность распределения строительства новых электростанций среди государственных энергетических компаний. На заключительные этапы выходит формирование системообразующих сетевых организаций. Вам не кажется, что этот процесс можно считать подготовкой к огосударствованию электроэнергетики? Да, вопрос получился бы явно слишком эмоциональным. Я действительно убежден, что обеспечение как электрической, так и тепловой энергии физических лиц и экономики самой холодной страны планеты – это не про рынок, а про систему жизнеобеспечения. Нет, я не агитирую за необходимость национализации частных энергокомпаний, которые в свое время приватизировали электростанции без нарушения законодательства и с той поры инвестировали в модернизацию немалые средства. Этого и не требуется. Контрольный пакет в электрогенерации уже сейчас в руках государства. Для частников требуется только тщательно выверенный алгоритм действий, правила работы во всех режимах. Но для того, чтобы развитие энергетики шло опережающими темпами, необходимо вернуть на место и систему создания якорных потребителей, их можно потом и приватизировать на приемлемых для государства условиях, и систему планирования сетевого хозяйства всех классов напряжения. Сохранение имеющейся, сложившейся практики – это неизбежное продолжение бесконечных корректировок всех программ развития и прочих стратегических документов. Контрольный пакет в генерации у государства. Системные операторы Россети – государственная компания. Упорство в борьбе за сохранение плодов чубайсовской реформы не имеет никакого логического обоснования и становится все более тяжкой гирей на ногах, не дающей возможности динамичного развития основополагающей отрасли экономики России. Отсутствие жесткой координации со стороны Минэнерго мешает формировать долгосрочные заказы энергетическому машиностроению, что неизбежно приводит к росту стоимости их продукции, нередко до уровня, когда становится выгоднее заказывать оборудование за пределами России, что идет вразрез с необходимостью добиваться технологического суверенитета. Консервация навязанных правил игры, причина нарастания негативных результатов, блокаут в приборе, верное отключение в объединенной энергосистеме Юга и сорванный конкурсный отбор мощности здесь же, растущая с двузначными показателями в процентах аварийная ситуация в последние два отопительных сезона. Все это сложилось не одномоментно, сложилось до того, как вы, Сергей Евгеньевич, возглавили Министерство энергетики. Рискнетесь тем, кто даст старт системному возврату к здравому смыслу. И снова к интервью министра агентства ТАСС. Журналист, можете привести примеры мер, которые вы прорабатываете? Сергей Севелев, например, прорабатываем возможность применения быстровозводимых объектов генерации в качестве временного решения. Вот тут я бы точно не сдержался от уточнения. Сергей Евгеньевич, а что такое быстровозводимый объект генерации? Как он выглядит? За счет какого ресурса он генерирует? Природного газа, угля, дизельного топлива, мазута? А с кем именно Министерство энергетики прорабатывает такие возможности? Какая мощность у такого вида объекта в генерации? 5 мегаватт, 25 или 125? А можете привести пример действующего, быстро возведенного объекта генерации? Где? Когда? В каком регионе? Можно ли расшифровать термин «быстро» в годах, в месяцах, в днях? В России вполне успешно действует, к примеру, Ассоциация Малоэнергетики, реализующая проекты газовой генерации на базе поршневых блоков мощностью от 0,3 до 5 мегаватт со сроками ввода в эксплуатацию от 12 до 18 месяцев. Вот только опыта тесного сотрудничества с Минэнерго у этой ассоциации нет. Все реализованные проекты заказы частых предпринимателей, в силу чего компании, входящие в ее состав, работают с иностранным оборудованием. При этом в составе государственной компании «Росгидро» имеется дочерняя компания «Передвижная энергетика», наследник продолжателя деятельности советского треста с этим же названием, работающего в нашей Арктике, но уже на российском дизельном оборудовании. Координационная работа со стороны Минэнерго в комплекте с решением ведомственного взаимодействия с Департаментом энергетического машиностроения, Ассоциация Малоэнергетики и Передвижной энергетики может стать тем алгоритмом решения проблем не только Дальнего Востока, но и других проблемных регионов. Ведь даже в том случае, если правительство пойдет навстречу предложению вашего министерства о распределении проектов строительства новых электростанций для Юга, оперативности может не хватить. Проектирование и строительство крупной генерации – это не менее 3-4 лет. А никаких гарантий того, что и в следующий курортный сезон Юг России не столкнется с климатической температурной аномалией – нет и быть не может. Вы совершенно правы, что такая распределенная малая генерация – временное решение проблем, но проблемы не могут быть разовыми. Руководство России считает, что для развития экономики страны должны стать малые и средние предприятия, и с этим нельзя не согласиться. Развитие требует динамики, которую крупные промышленные объекты в сложившейся обстановке обеспечить не могут. Но малый и средний бизнес требуют и встречной динамики, надежного качественного обеспечения электроэнергии в максимально сжатые сроки. Темпы жилищного строительства, строительства объектов туристической индустрии значительно выше темпов строительства крупных электростанций. Вот возведение объектов малой генерации в блочном исполнении при постепенном создании парка блоков различной мощности, использующих разные первичные энергоресурсы в режиме государственно-частного партнерства, даст возможность действительно оперативного удовлетворения спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Совместная работа с Министерством промышленности даст возможность перехода на сертифицированное и стандартизированное отечественное оборудование, загрузить предприятия энергетического машиностроения постоянными заказами и сделать еще один шаг на пути достижения технологического суверенитета. Динамик развития экономики, динамик развития уровня жизни – это новый вызов для электроэнергетической отрасли, но без государственного координирования и регулирования достойно ответить на него невозможно. И я в очередной раз напомню о наличии у Министерства энергетики такого удобного механизма, как Российского энергетического агентства с его полномочиями на ведение и сопровождение межведомственных проектов. Сергей Евгеньевич, вам не кажется, что предложенный проект целиком и полностью отвечает государственным интересам? Вот сейчас сам себя послушал и еще раз убедился, что допускать меня к интервью с Министром энергетики точно нельзя. Уж слишком много говорю. Теперь, похоже, придется многие из затронутых тем разворачивать в полномасштабные отдельные передачи с пояснениями, разъяснениями и, на что надеюсь, с приглашением специалистов, которые знают больше меня. Тогда, если все получится, будет шанс превратить этот коротенький дайджест в некие инициативы, которые не стыдно будет и на суд общественности представить, парламентской или даже министерской. В очередной раз приглашаю всех заинтересованных к дискуссиям и обсуждениям. Уверен, что в спорах обязательно родится истина. Ну а продолжать мое несостоявшееся интервью с Министром энергетики уже не буду. И так хронометраж получился преизрядным. Да и, если честно, не нравятся мне исполненные энтузиазма вопросы господина журналисту про готовность запуска энергорынка на Дальнем Востоке после предстоящего с 1 января 2025 года присоединения региона ко второй ценовой зоне. Энергорынок Дальнего Востока звучит красиво, но он для чего требуется? Для реального дела или для того, чтобы в очередной раз удивиться неистребиваемости Чубайсетина? В линии электропередачи, которую тянет Росгидро на Чукотке от Пивека до Беремена, протяженность 496 км, двухцепная, класс 110 кВт. Время строительства через Тундру, Горную Тундру, Лесо Тундру и просто через Тайгу 5 лет по плану. Возможно сокращение сроков на один год. Сметная стоимость 18 миллиардов рублей. Это просто пример, который, на мой взгляд, доказывает, какой в этих регионах энергорынок. Эй, задорные чубайсяты, вы окончательно сглузу сдвинулись? Частных инвесторов вот на такие проекты ждете? Этим летом Россети по-новой рассчитали стоимость технического присоединения на электрифицируемом участке железной дороги Комсомольск-Ванино. С РЖД 40 миллиардов рублей. Хотя первоначальная смета составляла от 6 до 7 миллиардов рублей. Причина не в том, что Россети вдруг жадностью стали страдать. Просто все прочие частные инвесторы, которые вроде как электроэнергию хотели получить, от своих проектов взяли и отказались. Чудесный результат получается, правда? Государственная компания Россети для того, чтобы обеспечить присоединение объектов государственной компании РЖД с генерацией, которую обеспечивает государственная компания Росгидро, выставляет счет в 40 миллиардов рублей. Это вот тут рынок? Точно? Я ничего не путаю? Осмелюсь высказать свое скромное мнение. Это чубайсятина в чистом, незамутненном виде. А почему вместо того, чтобы воспевать грядущее пришествие благостного энергорынка, глава Якутии Асен Николаев на Восточном экономическом форуме отчеканил? Прекращение подачи электроэнергии в удаленных районах республики при январских минус 60 – это просто смерть всего населения. С рыночным рылом в дальневосточные дали и просторы, не желая ни на минуту задуматься над тем, что развитие энергетики должно идти опережающими темпами, а это в климатических условиях способно обеспечить только государство, а не эфемерный эффективный частный собственник. Частник обязательно придет, но не в нетронутую тайгу, хрустя по снежному насту, лежащему поверх вечной мерзлоты, а туда, где точно известны перспективы появления энергетической инфраструктуры. Причем речь должна идти об энергии не только электрической, но и тепловой. На нынешнем Восточном экономическом форуме глава Россетей уверенно говорил о запланированных на следующие 5 лет инвестициях в ДФО в размере 600 млрд. рублей. Звучит? Звучит. Но собственником всех сетей класса ниже 220 кВт является ДРСК – Дальневосточная распределительная сетевая компания «Дочерняя структура Росгидро». Исключение только Бурятия и Забайкалья, которые входят в состав Объединенной энергосистемы Сибири, а не Востока. Так как тогда выглядит инвестиционная программа Россетей в ДФО, хоть в каких-то подробностях? На Чукотке и на Камчатке линии электропередачи класса 220 кВт просто отсутствуют. Вычеркиваю. И что тогда? Вообще эти два полуострова никак не развиваем? Вопросов, неясности, положение с двояким и трояким толкованием пруд-пруди. И единственное, на что можно надеяться, так только на то, что в отдельной программе развития энергетики Дальнего Востока, которую по поручению президента России разрабатывают в Министерстве энергетики, объем тумана станет хоть чуточку меньше. Завершающая часть интервью Сергея Цивилева ТАСС целиком и полностью посвящена угольной отрасли, ее нынешнему состоянию и перспективам на будущее. Угольная отрасль – эдакий подкидыш российского ТЭК. Зачуканные все более неистовыми озеленительными энергетики – это более сотни частных компаний, ведущих безнадежное сражение с РЖД и с Минфином, но при этом не делающие даже попыток объединить свои усилия. Хотя, как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Безбрежная тема, к которой я в обязательном порядке буду возвращаться и возвращаться, но короткие реплики делу точно не помогут. Ближайший инфоповод – с каждым днем все ближе. По планам компании «Ильга Уголя» ввод в эксплуатацию Тихоокеанской железной дороги и угольного порта в Хабаровском крае на мысе Монорске вполне можно состояться уже в этом году. Проект, на мой взгляд, и вкус совершенно фантастический, казавшийся совершенно невозможным в нынешнее время. Может быть реализован на год раньше первоначально заявленных сроков. 600 километров по Якутской тайге, поверх вечной мерзлоты, с пересечением больших и малых рек едва ли не за два года, с одновременным возведением современного порта на берегу, по которому до этого нога человека вступала пару раз в самый удачный год. И при всем этом, рост объемов добыча угля на десятки процентов в год и одновременное строительство – целые россыпи обогатительных фабрик. В качестве анонса все, что могу сказать, так только классическое. Умом Россию не понять, в том числе и моим. Вот здесь не дотягиваем, вот тут запутались, вот там вообще бардак. Но несмотря и невзираю, вот тут настоящее рукотворное, нашими головами спроектированное, самое настоящее чудо. И вот так последние несколько веков без единой остановки. В общем, самый мой разумный поступок в моей бестолковой жизни – то, что хватило сил на старости лет плюнуть на все и вернуться домой. Я думаю, я действительно счастлив этому. И последнее на сегодня. Знаете, несколько удивлен тому, что никто не обратил внимания на то, что я впервые решил опубликовать вот такое, скажем, открытое письмо действующему министру энергетики. Да, Сергей Евгеньевич Савилев не имеет прошлого энергетического образования. Так ведь, позвольте себе напомнить, в годы ОНИ у Лаврентия Павловича Берия ни разу не было физического образования. И на лекциях у Константина Эдуардовича Саолковского он тоже ни разу не отметился. Организационная способность Савилева – это работа руководителем угольной компании «Колмар». И именно в те годы, когда он возглавлял компанию «Колмар», открывал шахты в Якутии. Мелочь. В России сейчас более 80% угля добывается карьерным способом, так дешевле. А «Колмар» пошел по технологически сложному и финансово затратному пути, причем в климатических условиях юга Якутии. Вероятно, не совсем понятно, что это значит. Потому отдельная передача о биографии этой компании, которая сейчас является одним из крупнейших работодателей Республики Якутия, мне точно не избежать. Как начиналось для Сергея Евгеньевича руководство Кемеровской области, те, у кого с памятью все в порядке, наверняка помнят. На мой взгляд, тот самый случай, когда за одного битву а двух небитых дают. Я достаточно старательно отслеживаю региональные СМИ и вот как-то не обнаружил нареканий в адрес бывшего губернатора. В меру сил и возможностей с обязанностями справлялся. Во вранье и невыполнении обещаний замечен не был. Что такое моногорода России и что такое реальная анегарлопанская борьба за сохранение и восстановление окружающей среды, знают уже точно не по наслужски. Чрезвычайные происшествия этого лета, а по-другому верное отключение на юге и суточный блок-аут в Приморье не назвать, вину министру не поставить, если хотя бы немного помнить его объективность. Проблемы копились годами. И то самое недофинансирование, и законодательство по Чубайсу, и увлеченное строительство ветровых электростанций на юге, и то, что вся электроэнергетика Дальнего Востока в буквальном смысле слова повешена только и исключительно на Росгидры. Это не решение Сергея Савелева. Савелев не работал в нефтяном и газовом секторах, а это позволяет надеяться на его беспристрастность во всем, что с ними связано. Особенно с учетом того, что он не стал менять команду, курирующую эти отрасли в Министерстве энергетики. И да, не вижу смысла скрывать. Есть признаки того, что сохранять все, как было, Сергей Евгеньевич не настроен. В результате проведения повторного конкурсного отбора на строительство новых мощностей на юге Сибири, все отобранные проекты оказались угольными. И Савелеву вполне хватило смелости вслух сказать, что энергетика Сибири углем прирастать будет. Не ожидание строительства газовой магистрали «Сила Сибири-2», не строительства новых солнечных электростанций для Читы, а то, что было заложено еще при разработке плана ГРО. При строительстве электростанций делать ставку на местные энергетические ресурсы. И то, что эта внезапная поддержка угольной генерации в Сибири не была случайностью, мы четко услышали во время сессии нынешнего Восточно-экономического форума, когда Савелев не только упомянул о плане ГРО и о принципах создания единой энергосистемы Советского Союза, но еще и подчеркнул, что помимо необходимости обеспечивать надежность и обеспеченность электроэнергетики, в советские времена был и третий принцип. «Электроэнергетика должна быть максимально низкой как по себестоимости, так и по отпускной цене для конечных потребителей». Эти слова, сказанные с высокой трибуны, фактически открытый бунт против сложившейся системы, чего себе не позволял ни один из его предшественников на посту министра. Еще один момент, который лично мне симпатичен, связан как раз с прошедшими в этом году двумя конкурсными отборами на новую генерацию. Первый, «Майский», на котором из предложенных по новому электростанции для Юга Сибири, половина не состоялась, заявители на отбор просто не явились. В этом случае Минэнерго отреагировала четко по имеющимся инструкциям. Была учитана необходимость повышения стоимости строительства новой генерации, на которой настаивали энергетические компании, и подготовила повторный конкурс, прошедший через четыре месяца. А вот на провал конкурсного отбора по новой генерации для объединенной энергосистемы Юга реакция была уже совершенно другой. Письмо в правительство о том, чтобы распределить строительство между энергетическими компаниями уже без всяких конкурсных отборов, потому что есть такое слово «надо». В комментариях к первой части несостоявшегося интервью много начеркано по поводу семейных связей Сергея Цивилева. Но все, что я могу сказать по этому поводу, если вот такая поддержка потребуется для демонтажа электроэнергетической чубайсятины, то могу пожелать только попутного ветра. В предыдущей передаче я постарался достаточно подробно расписать, сколько понатыкано красных флажков вокруг Министерства энергетики, сколько сферы интересов уважаемых людей придется взломать для того, чтобы добиться возвращения к его величеству здравому смыслу. Важен каждый шаг, каждое движение. И лично мне глубоко фиолетово, на чью помощь и поддержку будет опираться министр энергетики. Фундаментальные находки и решения советской эпохи, но уже в комплекте с новыми технологиями, другого маршрута у России на пути к статусу энергетической сферы державы нет и быть не может. Так что не знаю, как вы, я намерен и дальше самым внимательным образом следить за работой нового министра энергетики. И если уже заявлено им будет развиваться и дальше, в меру скромных сил готов поддерживать. Субтитры создавал DimaTorzok